Буквально на днях, значит, глава республики Сергей Аксенов заявил, что хочу быть после уже, когда оставлю все свои дела. Когда выйдет на пенсию, мол, буду блогером. Абсолютно точно. И буду рассказывать о том, как живет наша республика. О том, насколько это действительно перспективное и увлекательное дело, расскажет наша гостья. У нас в гостях сегодня Снежана Лобода, она блогер, где учится Снежана в 11 классе, насколько я знаю, да? Да, в 11. Ну и что, как можно быть блогером в 11 классе и как успехи? Ну, хочу сказать, что сложно, потому что достаточно много времени уходит на это дело. И тут такое, знаете, что надо погружаться полностью. Не получится, что ты на 50% так, на 50% так. Нужно снимать всю свою жизнь и максимально быть с людьми честными. То есть, если у тебя какая-то проблема, ты не можешь об этом умолчать и сказать, что у меня все хорошо и безоблачно. Почему? Почему нельзя врать? Потому что вот надо быть искренней. Люди это любят, и они чувствуют ложь сразу. Вот в Инстаграме, мне кажется, все ровно наоборот. Мне кажется, они самые богатые, самые счастливые, самые популярные. Вот такие все прям звезды. Ну, это уже давно не так. По крайней мере, среди тех людей, которые достаточно мощно продвигаются, и я лично знаю их деятельность, я могу сказать, что надо быть максимально открытыми. И люди, большинство, по крайней мере, точно, любят честность. И вот у меня так, что меня люди любят, но большинство людей за то, что я говорю правду. Например, у меня что-то не получилось, например, вот там опоздала куда-то, еще что-то, а я сразу говорю, вот, я опоздала. Суга для подписчиков. У меня 83 тысячи. Хорошо. Очень мощно, мне кажется. Спасибо. У тебя за какой срок, если не секрет? Ну, я занимаюсь Инстаграмом вообще с 2015, то есть самый мой первый, только создала. А вообще за два года, можно сказать, за год с чем-то. Я понимаю, первый год была раскачка, правильно? Ну, типа того, да. Ну, дай нам совет, мне же тоже интересно, как ты так подписчиков. Ты продвигаешь, да. Ну, в первую очередь, если вы хотите свой блог продвинуть, вам нужно сформировать концепцию, о чем вы будете рассказывать и как вы себя будете позиционировать. Потому что, если вы просто возьмете и скажете, вот, я классный, подпишитесь на меня, на самый лучший, то это, как бы, будет не так, и таких классных, как вы знаете, много. Поэтому нужно найти какую-то свою фишку. Нет, Дим, ты у нас один? Нет, подожди, мы рассказываем. Ну, конечно, он такой один. Вот, и эту фишку преподносить. Например, вот у меня это жизненность, что я вся такая открытая, смешная, могу иногда даже над собой пошутить, что я вот часто, моя жизнь даже как мем, один большой. Потому что у меня всегда какие-то лажи бывают иногда. Люди лажи любят, кстати. Да, это так и есть. Вот, и второе, вам нужно понять, как раскрутиться. Для раскрутки вам достаточно делать сначала взаимный пиар с другими людьми, похожими на вас. Ну вот, сделайте с вашей коллегой. Идеально, все, мы в паре собираемся. Я тоже покрашу брови в рыжий. Вот, а потом, когда вы найдете этих людей, у которых такое же количество примерно, как у вас, может быть, 100 подписчиков, и у другого 100, и вы такие вместе обменялись, и у вас уже по 200. Полпарат, короче, да? Да. И так начинаете продвигаться. Потом, конечно, понадобятся какие-то небольшие хотя бы вложения, потому что сейчас, как бы, плохая новость. Продвигаться без рекламы немножко сложно. Но если человек действительно чего-то хочет, у него все получится. По поводу рекламы, я слышал плюсы и минусы. Допустим, некоторые говорят, что могут даже быть, ну, псевдо-подписчики, у тебя как, ну, боты говорят, и аудитория будет неактивна, и если заметят это другие подписчики, они могут, грубо говоря, как-то нехорошо отзываться, скажем так. Да, это правда. Насчет ботов, это, знаете, даже есть люди, которые специально тебе, из-за того, что тебя не любят, у тебя что-то хорошо получается, накрутить тебе этих подписчиков. С этим, честно, методов борьбы толком никаких нет. Нет, ну, я лично не знаю, вот, но проверять это можно так. Телефон с собой? Он, не у меня. Да? Мне просто интересно. Отдала главному оператору. А, то есть мы сейчас еще и тебя снимаем в эфире. Да, да, да. Хочу посмотреть, о чем ты пишешь, что пользуется популярностью. Я тебе сейчас дам свой инстаграм, введешь мне... Давай, находи себя. Ага, хорошо. Мне просто, правда, интересно, почему сейчас что любят ребята, почему блогер такая сложная профессия, и заранее предупредим нашу главу республики Сергея Аксенова, насколько сложен ему придется и о чем придется ему писать. Писать, да. Ну, у тебя, я в основном, смотрю, у тебя много портретных фото, и у тебя... Ну, вон, истории есть. Истории, в принципе, у тебя много тебя. Истории как-то, видюшки всякие, да? Да, так и есть. При том, что у тебя нет каких-то откровенных фотографий. Это плюс. Ну, для 11 класса, безусловно. Нет, тут дело не в 11 классе, а в моих, знаете, взглядах на мир, нравственности как-то я вот это не принимаю, не знаю. Это просто не мое, я не фитоняшка. То есть, так скажем, я слежу за собой, я знаю хорошо тему спорта, все дела, но я не такой человек, что стану. Как я знаю, обычно вот ребята, которые заводят такие вот, прям раскручивают себя намеренно, рассчитывают на рекламу, вот как раз-таки уже с этого иметь какие-то средства. Поступали ли тебе рекламные предложения? Конечно, рекламные предложения поступают постоянно, и знаете, тут главное понять, для чего тебе это нужно. Если ты приходишь в Инстаграм ради рекламы, ради бабла какого-то, ну так скажем, все, ради бабла, то тогда не идите туда, потому что это люди чувствуют, это люди знают, и им это неприятно. Вот те личности, которые делают что-то ради чего-то, это сразу прослеживается, и вообще не круто получается. Мне это нравится чисто потому, что я такая, не могу без самовыражения вот этого всего, когда люди что-то пишут, меня понимают, у нас обоих там какая-то проблема, и наоборот, мы оба там, не знаю, в чем-то благополучно у нас получается все, поэтому я так люблю это просто. Вот и все. А насчет предложений, как бы, хорошо. Что самое сложное в жизни блогера? Мало того, что ты с утра проснулся, ты уже, наверное, думаешь о контенте, да? Да, правда. Как часто ты посты вообще делаешь? Сейчас у Инстаграма такая штука, идет очень большой упор на сториз, и я пытаюсь максимально раскрыться там, вот, уже там шучу, свои какие-то у меня фишульки есть. А вот насчет постов я стараюсь хотя бы один пост в неделю, два поста. Ну, конечно, было бы круче побольше, но школа и ЕГЭ. Ой, да, предстоит, да? Ну, в общем, давайте сделаем взаимную тогда подписочку. Это Дима Попов, это Даша Катон. Все, у тебя новых два подписчика уже появилось. Да, ну что, мы желаем тебе успехов, мы желаем реализовать себя по максимуму, и вообще, чтобы в этом непростом деле тебе пришлось гораздо проще, чем сейчас. А в том, что как раз-таки возможность, спасибо тебе большое за твои ответы, как раз-таки возможность самореализовываться приводит к отличным эффектам, вы становитесь лучше и душевно, и, конечно же, эмоционально. Вы узнаете об этом подробнее следующего нашего сюжета.